решка до вода сами стасе нас будут увлекательные познавательная слегка веселой истории цикл спасательный круг сижу себе такой спокойно вечером жду ужином приходит заявка в друзья в нашей группе вконтакте принимая завтра человека и приходит сообщение добрый день станислав не смогли бы вы помочь подсказать как быть недавно стал обладателем skoda 14 а сегодня в цилиндрах увидел какие-то вкрапления получается разрушаются вопрос пробег 107000 я такой как-то это увидел свечи что менял не приходит фотографии я пишу сразу выйти в 20 12 фотографий в 20 13 мой ответ могу использовать если я помогу человек это конечно открываем фотографии видим вкрапление мы видим поршня опять вкрапление поршнем с маслом опять поршень с маслом поршень с маслом нет уже поршень так видим индексы поршня рыжие вкрапление видим артикуль индекс поршня опять вкрапление чуть-чуть замасленное видим вкрапление так опять вкрапление поршень более-менее опять вкрапление с какая-то сыпь и что же такое а это всего лишь навсего товарищи сейчас я вам покажу что это мой ответ читаем это менял свечи да это грязь резьбы так что нес и фу спасибо и тому подобное короче человек просто не знал когда свечи откручиваете там происходит как сказать там гаси ставится от масла угара от бензина и задок все это эксплуатационной среды агрессивны резьба свечей засоряется когда выкручиваете она падает вниз можно было высадить пылесоса это показано на моем канале в ролике как я менял свечи это специальное приспособление не нужно как некоторые думают такой огромный пылесос который у нас все на свете там удлиняем изолируем убираем но на сервизах понимаете это всегда будет сыпаться на то вам никто эту грязь не убирает им это даром не нужно не максимум кто думает тоже бесполезно что в этой ситуации интересно а то что товарищи пробег у машины сто семь тысяч а мы как мы видим поршня довольно таки хорошие сами только в этом поршнем это второй центр как он сказал ведь даже есть разница если ты грязь такая с резьбы такая как вы заживатая а здесь больше черного вот в этом цилиндре во втором у него идет угар масла хоть она говорит что расход масла нету но вообще не существует работы dvs без расхода масла масло все равно угорать по именно поэтому нормальный теста к поделить число нового к за способность масла противостоять угару масло все работа говорить как бы вам не хотелось просто надо правильно замерять уровень масла как правильно замерять уровень масла на моторе 14 показанного канале и видим масло и нагар на поршни ну так понимаете вот он то есть снимал снимал тут больше интересно снимать вот кромку поршня видите вот здесь вот видно кромка поршня у него похоже эндоскоп такой китайский или там немножко там другой но он прямой у нас хоба гибкая трубка и и надо изгибать и пытаться заснять этого особо интересно было посмотреть на края поршня вот в этом цилиндре где поршни с маслом потому что не просто где с маслом значит у него уже кольца или залегли частично или есть какие-то повреждения под посмотрев по периметру по врача так доску мог был понять о состоянии кромки поршня повреждены не провелись они не повреждены значит все дело просто-напросто загрязнение колец кольца может залегли а вот поршня будь за повреждены сколы то это уже вид о том что у вас уже и по хону там нет повреждения и у вас с кольцами больше проблем короче все равно нужно было делать такую легкую диагностику я прицел рассказывал испечек смотрел нам просто новенький он в это сделал но все впереди у человека но пока что на сто семь тысяч пробега очень шикарные поршня у него поэтому фотография видно что все чистенько только в одном цилиндре небольшая проблемка но это не катастрофы дальше пишет что он будет ставить там и сеточку сеточка понимаете лучше калибут а7 но вот я нашел такую вот буду список услуг для skoda octavia 8 тут есть такой пункт защита радиатора для skoda octavia 8 индекс ее только момент интересный стоит на 1700 рублей да это и реальная цена в магазине но с установкой 9200 почему так дорого стоит вы думаете там какой-то супер-пупер комплект час я вам покажу какого-то супер-пупер комплект нет вот комплект для skoda octavia стоит 1700 рублей хомутики две сеточки верхняя нижняя обычные хомутики кстати они жестких меня это гибкие все вырезано за обычные сетки цена такой сетки 200 рублей в магазине но из-за того что надо снимать бампер они просят 9200 понимаете 9200 золотая сетка будет верхнюю так сказать часть радиатора защитить без съема бампер просто не получил от нижнюю я же рассказывал как снять уж куда октаве а 7 я показывал лично на школе октаве а8 я рассказывал на картинках все она снимается но я лично вам покажу тогда когда за получу свою эксплуатацию skoda octavia 8 для того что я быстрее за получил нужно перейти в описании ролика найти там карту с номером которого закреплена к нашему нашу куда 8 и поучаствовать в нашем проекте в этом проекте мы собираем денежные средства добровольные на покупку автомобиля skoda octavia 8 в нашей тесты на нашем канале вас товарищи лайк подписка сейчас наши пути наших удовольствием до свидания подписка следующий на нашем канале Субтитры сделал DimaTorzok